Доброе утро! Утренний экспресс сейчас на ваших экранах. Анна Манерова, Порошина Лея, сегодня мы разговариваем на тему еды, потому что 16 июля празднуется День вкусной еды. И у нас в гостях специалист... Сегодня гость Олеся Кашкарева, специалист по фитнесу и спортивному питанию. Олеся, доброе утро! Доброе утро! Итак, расскажите мне принципиальную разницу между фитнес-едой и правильным питанием. Я поняла. Правильное питание – это, как правило, употребление определенных продуктов для какой-то диеты, которая была назначена либо врачом, либо человек сам себе ее назначил. Допустим, для кого-то правильное питание – это вегетарианство, для кого-то правильное питание – это, наоборот, употребление большого количества мяса. Это я. Кто-то ест все сырое, кто-то ест все термически обработанное. А спортивное питание – это биологически активные добавки, просто концентрированные. В основном их употребляют спортсмены, потому что там концентрация большая. Именно поэтому оно называется спортивным. И спортивное питание, и какие-то фармакологические вот эти вот все элементы – это абсолютно разная история. Спортивное питание – это безопасное питание, которое можно употреблять, если вы кушаете, допустим, мало белка или употребляете мало витаминов. Ну и если вы много занимаетесь спортом или физкультурой. Об этом мы как раз и хотели спросить, потому что существует такое мнение, что вот эти вот все банки, вот на них смотришь, они такие большие, а потом смотришь ребят вот этих перекачанных, и бытует такое мнение, что это все вредно, здоровью не полезно. Да, он сидит на тестостеронах, на стероидах, анаболике, все такое. Вот да, действительно и бытует. Как есть на самом деле, расскажите. Как есть спортивное питание? На самом деле существуют разные продукты, которые нужно употреблять в разное время в зависимости от тренировок и от жизни вообще в целом. Допустим, если мы говорим о протеине, он же белок, да, сывороточный протеин, то его нужно употреблять после тренировки, после того, как мы позанимались и потратили какие-то... Чтобы что? Для того, чтобы те мышцы, которые мы с вами пытаемся нарастить, нарастились, а те мышцы, которые мы тренировали, и они немного распадались в процессе, не распались, чтобы мы не потеряли мышечную массу и чтобы мы приобрели новую мышечную массу. То есть протеин после тренировки важно ли, силовая это была тренировка или кардио, или растяжка? Да, в принципе, в основном нет. Протеин вообще можно употреблять в течение дня тоже. Средняя порция протеина – это примерно 25 граммов белка. В день мы должны съедать примерно, если мы занимаемся спортом, примерно 2 грамма белка на вес на 1 килограмм человека. Если я вешу 60, то я должна съедать 120 граммов белка. Это всего лишь одна куриная грудка. Ну, 150 куриная грудка. Это она граммов весит 150, а белка там намного меньше. Там же остальное… Все остальное, да. Оставляйте 10 куриных грудок. А если вам нельзя жирное, а если вам нельзя углеводное… А белка надо добрать, то концентрированная вещь. Вот 10 куриных грудок попробуйте съесть, вам не понравится. Ну да, согласен. Пятое будет уже не так. Уже не так. Что еще? Подожди, а если… Ну вот я хочу это употреблять, но не занимаюсь спортом. В принципе, ничего страшного не произойдет, все нужно принимать в меру. Допустим, мы уже в аптеке покупаем какие-то витамины, мы в аптеке покупаем детское питание. По составу детское питание мало чем отличается от хорошего протеина в банке. Поэтому ничего страшного не произойдет. Я вам даже могу рассказать, из чего делается сывороточный протеин. Так. Из сыворотки. Ну, из молочной. Все, как вкусно. То есть, та молочная сыворотка, которая продается в магазине, обычно она с какими-нибудь фруктами, соком. То же самое. Взяли эту сыворотку и ее сконцентрировали. То есть, высушили. И получился порошок. К нему добавили какие-нибудь сахарозаменители для вкуса, вкусовые заменители, какао, ваниль и так далее. И получился протеин. Он же белок. Концентрат сывороточного белка. Вот и все. Ничего страшного здесь нет. И вот теперь переходим уже к главному вопросу. Вкусно ли это? И может быть, это вкусно. А надо попробовать на практике. Я приготовила вам завтрак сегодня. Знаешь, вот говорить по поводу вкусно или невкусно, лучше один раз попробовать, чем 10 раз сказать, что это вкусно. Что мы сейчас будем делать? Смотрите, я приготовила вам снеки. Угадайте, из чего они состоят. Здесь всего два ингредиента. Один из них – это протеин. Второй – белок. Какой? Завалили. Протеин – это и есть белок. На перездачу можно прийти. Не знаю. Ну, клетчатка, может быть. Вы можете это есть. Коллаген. Итак. Эластин. Аминокислоты. Сухо будет, извините, но я могу налить вам в водички сразу. Суховато. Суховато, да. Давайте не будем гадать. Если сливочное мороженое оббакнуть, как советуют нам наши телезрители, будет очень даже не сухо. Давайте не будем гадать, а расскажем рецепт. Это яйца. Да. Обычные куриные яйца. Потому что вот, похоже, смотри, как блины пекутся с яйцами. Вот такие же сливочки и здесь. И здесь, чтобы их приготовить, вот эти снеки, вам понадобится обычная антипригарная сковородка. Так, то есть мы сейчас расскажем, как будут готовиться именно вот такие штуки. Да. Давайте, поехали. Так, а нет, это я себе отложу. Доем. Примерно три яйца. Примерно один совочек протеина. Он обычно порционный, специальный в банках. Все вы это смешиваете вилкой. Да, вот это. Так, то есть получается, давайте покажем ложечку. Там есть? А, есть, смотрите. Как в стиральном порошке. Вот, Федька. Я, кстати, их использую потом для стирального порошка, а банки для гречки. Главное не перепутать. Вот смотри, действительно, есть вот такая... Это вы такими количествами гречку едите? Есть вот такая вот ложечка совочек. Так, этого хватит вполне? Да. Воды-то мало. Посмотрите, есть. Нормально. Все, опускаем. Взболтать, но не перемешивать, пожалуйста, и одну оливку. Хорошо, как скажете. Кстати, это ведь рецепт Джеймс Бонда, агента 007. Я, на то и кладу. А вы слышали, что сейчас будет уже сниматься новый Бонд, но там будет сниматься женщина темнокожая? А? Как вам информация? Это какой-то тренд, потому что русалочку будет играть тоже темнокожая девушка. Меня больше интересует, а там будет что-нибудь связанное со спортивным питанием? Я думаю, там только результат будет спортивного питания. Это вот такой вот пандиан. Да, да, да. Опять все будут падать вокруг агента 007. Дальше. Продолжу про рецепт. Берете яйца. Можно даже взять вот такой шейкер, либо обычную кружку. Можно просто блинчиком сболтать. Три яйца, один скуб протеина, скуб это совочек, смешивайте и на сковородку с двух сторон. Он сначала становится пышным, потом и седает. Его можно разрезать, вот этот протеинный блин, на такие кусочки. А, я думала, что это вот два блинчика, а между ними что-то есть. А это просто он такой... Да, он вот так вот делается. То есть, еще раз давайте проговорим. Вот мы сделали с вами такую вот основу. И дальше яйцо-то куда добавляем? Сюда же? Яйцо сюда же, но сейчас я вам приготовила просто протеин запить, потому что это действительно суховато. А в рецепте... Ну, скажешь, вкусно-невкусно? Ну, нет, такие вот такие штучки-то невкусные. Такая форма, она тоже как бы удобная. Они же холодные. Еще сегодня я вам принесла протеиновые чипсы. Ой, чувствую, все, я как Халк. Все, пошло, 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 поехали. Аккуратнее, у вас рубашка уже рвется. Спасибо. Итак, протеиновые чипсы. Сейчас я пошу в суп. Их можно кушать до тренировки, после тренировки или... Ну, тоже после. Или в кино. На самом деле я рекомендую в кино. Потому что состав здесь очень хороший, здесь сывороточный белок. Тот же самый, представляете? Я после тебя. Мы сейчас пили сывороточный белок, и здесь то же самое. Только разные приправы и разные вкусовые вот эти вот ингредиенты. Я бы сказала, что вообще ничем не отличаются от обычных чипсов. Но здесь есть белок, я вам даже скажу, сколько. Здесь белка... 38. На одну порцию. Но они же не из картошки? Нет, они не из картошки, они из сывороточного белка. И здесь белка получается во всех этих чипсах около 10. Очень солен. А вы видите, протеин. Да что ж вы мне все пить-то заставляете? Вы же меня спрашивали, как это повлияет. Нет, если вы не занимаетесь спортом и употребляете протеин. Нет, никак не повлияет. Хорошо. Скажите, есть ли возрастные ограничения по потреблению спортивного питания или, допустим, ограничения по состоянию здоровья, что лучше не рисковать и посоветоваться, например, с Артем? Смотрите, вот все спортивное питание – это не так на самом деле здорово. Существуют некоторые продукты, которые действительно имеют противопоказания. Это предтренировочные комплексы, предтренировка, предтренировка употребляем, энергетические всякие вот эти вот моменты и жиросжигатели. Вот мы все, девушки, особенно когда худеем, хотим сразу, чтобы я сразу надела свое любимое платье. И многие этим грешат. Они выпивают много предтренировочного комплекса, и это может нанести существенный вред на центральную нервную систему, на сердечно-сосудистую систему. На тренировке прям может появиться тремор, то есть руки могут дрожать, да, тахикардия может появиться. Как говорится, все яд и все не яд – вопрос в количестве. Да, совершенно верно. А также вопрос в качестве того, что мы едим, потому что качество нашего питания сказывается обязательно на нашем внешнем виде. Это в особенности касается… Мужчин. Да. Иногда бывает так, что волосы выпадают, в том числе из-за неправильного питания. Именно об этом сейчас поговорим в рубрике «Мельницы заблуждений». Вам же мы говорим огромное спасибо. И давайте все вместе посмотрим, да, «Мельницы заблуждений».